Начинается с завтрака. У Вани на завтрак уже стандартная сосиска у нас. Давай, будешь пробовать сосиску, бутерброды, помидорчики, сок. Фрукты мы вчера не рассмотрели, фрукты здесь есть. У меня тоже бутерброд, и вот мне вчера очень сильно понравилась здесь каша. Каша здесь реально вкусная, варят так, как нужно. Ну что, сегодня наша славная команда Ух собралась в город Пушкин смотреть дворец Екатерины. И в честь этого события выглянуло солнце в Питере, представляете? Говорят, что в Питере это не настолько часто, а сегодня это произошло. Сейчас мы идем к месту сбора автобуса. Экскурсия нам обошлась на двоих с Ваней. 2 800. У Вани билет 1200, у меня билет 1600. Мне сделали скидку, сказали, как студентки. Вы думаете, я сойду за студентку. Вот, получается, мы 3 минуты прошли, и вот он, московский вокзал, прямо перед нами. Здесь вот такой вот небольшой переход, а мы здесь вот такой вот круг. Видите? Вот так вот с Ваней вышли, и вот обошли полностью по кругу, чтобы попасть. А мы экскурсию купили, мы как раз едем на экскурсию. Вот, и вот там вот нам вчера показали вот ту арку, сказали, что там место сбора автобусов. Поэтому мы идем туда. Наше приключение с Ваней продолжается. А здесь возле метро, смотрите, оказывается, сколько экскурсий. В смысле, не возле метро, а возле вокзала. А что-то, когда мы приехали, вообще никого не было. Они, видимо, утром все активизируются. Вот, оказывается, мы что-то с Ваней как-то были, ничего не видели, да, Вань, чтобы столько экскурсий предлагали. Вчера чисто случайно женщина нам продала, а сегодня прям кругом одни экскурсии. Вот здесь вот под этой арочкой, здесь же, кстати, столовая номер один. Вот эти столовые, мы там вчера были, очень дешевые столовые. Ну, кстати, и, в принципе, и вкусная еда там. Вот этот центр большой торговой галереи, сказали, что сейчас наверху там большой фудкорт, что можно и там покушать. Но мне вот эти столовые понравились, они такие прикольные. Мама, мне кажется, что там находится рестор. А что это такое? Рестор – это... Рестор – это... Что-нибудь с Эпплом связано, я так думаю. Да, это Эппл, просто это в России. Ясно, я же, ну, в принципе, как бы тебя что может еще интересовать? Вот если бы мы сейчас ехали на завод, где производят телефоны Эппл, вот это бы, наверное, для тебя было бы счастье, да? Ты бы ходил бы там, мне рассказывал все технические характеристики. А мы тут в какой-то Екатерининский дворец едем. Ваня, а что значит Екатерининский дворец? Была царица у нас, Екатерина Вторая, и это ее дворец, где она жила. И Пушкин, думаю. Пушкин? Причем здесь Пушкин? А что он тогда называется Пушкин? Где Пушкин? А, Го, это город Пушкин называется. Город Пушкин. Такой вот огромный автобус подошел. Группа людей меньше, но, может быть, еще где-то было собирать по городу. Можно сказать, что автобус наполовину полный, можно сказать, что наполовину пустой. Ваня переживал, что не место не хватит. Ну, ма, у нас садик не дает вода. Ну, что? Тянет. Можно? Ну, ее просто не доставать. Она садика. Написано, что вход с едой на пухню сюда не разрешен. Понятно, они хотят пачкать автобус, но в автобусе определенный запах, да? Чем-то пахнет бензиналой. В общем, экскурсия, как всегда, начинается с продажи, да? Пытаются продать карты, книги, фильмы, все что угодно. Сказали нам явиться на экскурсию в 10.30. Сейчас 11.25. Мы как сидели в автобусе, так и сидим. Я вот думаю, они перестраховываются, что ли, чтобы никто не опоздал за это время? Или, а, наверное, они еще допродают путевки, чтобы еще автобус был более полный. Потому что автобус-то полупустой. Я поняла. Сначала мы сделаем круг по Невскому проспекту. Мы всегда останавливаемся на второй точке. Нас на второй ждут туристы. И уже по прямой поедем на Царское Село. Друзья мои, чтобы вы не переживали, чтобы вы не дергались, да? Это небольшая задержка сегодня. Она действительно за минут 15. Есть от общего времени отправление, которое было запланировано. Честно говоря, это инициатива, я ее поддержал. Мы поменяли автобус. Дело все в том, что стоял маленький автобус, да? Ну, типа Микрика, да, такого? И, ну, хорошая погода. И что посмотреть, есть туристы. Ну, зачем он с вами теснится в маленьком автобусе, согласитесь, да? Поэтому из маленького автобуса пересели в большой. И, соответственно, сейчас заберем туристов и сразу поедем. Значит, друзья, мы начнем экскурсию. Сейчас, как только заберем туристов, да, 4-х человек, они здесь рядом. И тогда начнем, чтобы просто не было обиды. Договорились? Да? Видите, по всему городу столовая. По всему городу. Ну, я имею в виду вот по центру. Прям вот вообще. Мне это очень нравится, что в каждом доме какие-то есть закусочные, булочные. Мне так умиляет, что вот в таких домах и обычные вот эти вот современные заведения, и Киевси, и Макдональдс, тоже в таком доме мы вчера видели в красивом. Там Макдональдс. Первая пельменная, Ваня. Я бы пельмешки поела бы. А ты? Я в Киевсе поела. Ты бы в Киевсе поела? Ну, потом можно будет сюда сходить. Можете? Ну, смотри, там прям дворцы какие проезжаем. А, вот мы вчера H&M проходили. А нам говорили, что будет типа какая-то мини-обзорная экскурсия по городу. Пока будем ехать, нам что-то расскажут. Ничего нам не рассказывают. Мы будем сами догадываться. Карловы пивовары. Смотрите, какие окна. А вот это, смотри, какой дом красивый, Вань. Что это такое, интересно? Вот, приехали сюда еще дополнительно за несколькими туристами. Это же деньги, все деньги. По городу покрутились 20 минут. Музей шоколада, зато мы увидели благодаря этому. Я не знала, что в Питере есть музей шоколада. Итак, друзья мои, добро пожаловать всем иной в прибывшем. И я напоминаю, что отправляемся мы с вами в Царское село. Главную парадную загородную резиденцию императоров российского престола. Я хочу вот сюда, в Музей шоколадов. Дорога займет примерно 35-40 минут отсюда. Привудем мы с вами в Царское село. Отправимся на экскурсию в Екатерининский дворец. Вы посетили сегодня янтарную комнату. Вам очень повезло. После этого, друзья мои, у вас будет небольшое свободное время. Мы отправимся в Санкт-Петербург. Расчетное время прибытия примерно 16 часов. Плюс-минус 15 минут. В зависимости от той ситуации, которая будет на дороге. Дорогие друзья, если получится, сделаю вам сюрприз. Подарок. Объясню какой. Объясню вам какой. Дело все в том, что буквально несколько месяцев назад в Царском селе случилось истинное чудо. Те самые знаменитые золотые купола над Екатерининским дворцом, та самая знаменитая дворцовая церковь, которую не видел никто. Ни вы, ни ваши родители, ни ваши бабушки и дедушки последними ее видели фашисты. Эти варвары устроили там гараж для мотоциклов. Они разграбили ее. Это та самая церковь, где молилась Елизавета Петровна и Екатерина Великая, где крестили будущего императора Александра I. Позже семья приватно прощалась с победителем Наполеона. Это та самая церковь, друзья мои. Реставраторы, которую реставрировали 75 лет. Все, кто начинал реставрацию, ни один не дожил до наших дней. К сожалению, слишком большие сроки. И вот буквально несколько месяцев назад, благодаря средствам «Газпрома», реставрация была закончена. Путин, Матвиенко, Шойгу торжественно открывали церковь. Духовенство осветило, федеральные каналы транслировали торжественное мероприятие. Теперь туда, друзья мои, ходят экскурсии. Это отдельный маршрут, отдельная экскурсия. 45 минут с экскурсоводом. Вам показывают церковь, поднимают на хоры, показывают потаенные двери, спальки императора Павла, Марии Федоровны, горные Марии Федоровны, где она приводила себя в порядок и так далее. В общем, друзья мои, это та часть дворца, которая долгое время находилась на реставрации. А именно 75 лет. Это отдельная экскурсия. Я дал им заявку. Если они нам выделят отдельного экскурсовода для VIP-экскурсии отдельной, то те, кто захотят факультативно, смогут туда пойти дополнительно. Это отдельная экскурсия. Стоит она отдельных денег, 500 рублей на человека без в год. Но при возможности. Понятно, это будет тогда, когда мы будем подъезжать к Царскому селу. И мне просто администрация дворца сообщила, есть ли у них для нас отдельная экскурсоводка или нет. В кратчайшие сроки на этом месте возникает удивительной красоты 16-комнатный деревянный дворец. Как говорила сама императрица Екатерина Алексеевна, дворец о 16-светлиц той 16-комнатной. Вы знаете, в этом дворце счастливо жили и Петр, и Екатерина. Счастливо росли и две дочери Петра, и Екатерина, Анна Петровна и Елизавета Петровна. Анна Петровна по достижению совершенно летнего возраста была вытна замуж за принца Гальштинии. И навсегда была за пределы Российской империи. А вот Елизавета Петровна, напротив, всегда осталась в России, и ей была уготовлена совершенно иная судьба, но об этом чуть больше. Почему Екатерина Алексеевна не вполне официальная супруга Петра? Дело все в том, что Петр был женат единожды своей единственной официальной супруги Евдогии Лопухину. Он заточил ее в монастырь, посчитав данный факт фактом юридического разбора. Вы понимаете, это было не так. Да, действительно, цари на Руси когда-то так разводились. Отправил жену в монастырь, забыл эпохты с ней. Но начиная с эпохи Василия Третьего, который отправляет жену в монастырь, получает развод от церкви, и только после этого женится второй раз на Лениглинской правила, закон, по которому церковь должна дать развод. Церковь не давала развод Петру Евдогии Лопухину и никогда бы этого не сделала. Потому что кто есть такая Марта Скавронская? Обычная малограмотная чухонская врачка, взятая в плен во время осады одного из европейских городов, сначала к Меншикову попала, к Александру Даниловичу, потом к Шереметью, потом Петр в нее горячо влюбился, заставил принять православие. В крещении стала Екатерина Алексеевна, но стала жить в Петром лишь в гражданском браке, не более того. Родила ему 11 детей, выжило две дочери. Анна Петровна и Елизавета Петровна никогда не считались официально рожденными. Единственный официальный наследник Петра – это царевич Алексей, рожденный в браке Петра Евдокии Лопухиной. Но он был убит в стенах Петропавловской крепости за участие в попытке государственного переворота и заговора против собственного отца. Больше официальных детей у Петра не было. Поэтому в 1725 году, когда Петр Великий умирает, в остров встает наследный вопрос. Царевич Алексей мертв. Дети Петра и Марты Скавронской неофициально рождены. Завещание о престол наследия Петра ставить не успел. По всему случаю собирается тайный совет. На тайном совете принимается решение призвать к престолу внука Петра Великого по официальной линии. Это сын царевича Алексея и крон принцессы Шарлотты Петр II. По иронии судьбы, тоже Петр Алексеевич. Вы знаете, юноша был забойный, загульный, с малых лет предавался разным утехам. И когда тайный совет вынес ему это предложение, он попросту находился в алкогольном беспамятстве. Этим воспользовался Александр Данилович Меньшиков, который подкупил Преображенский полк и заставил их присягнуть на верность своей давней подружке. Марты Скавронской, Екатерине Алексеевне. Армия присягнула. Дальнейшие разговоры о Петре II просто бессмысленны. Вернулись ровно на то же место через час. Объехали город полностью. Кругами ездим. Анна Иоанновна, герцогиня Курлянская, дорогие друзья, мягко скажем, что она была со странностями, что стоит одна её только свадьба. Решил Пётр с Екатериной выдать племянницу замуж. Вот он, дворец, Екатерининский дворец. Считайте, все женщины жили здесь. Романова, Елизавета, Екатерина I, Екатерина II. Дворцом завели всех в сувенирные магазинчика. Можно здесь... Садись сюда, если я возьму чаёчек. Можно здесь перекусить, в туалет водить. Чай, кофе, вода. Так, пироженки разные. Пирожочки. Я не люблю ездить с Ваней на экскурсии, потому что Ваню, конечно же, укачало. Причём очень жестоко, да, в автобусе. Ну, сейчас вот здесь хотя бы можно чай попить. Мама, а слушай, чай в пакетик. Вот, нет, его... Зачем мы придумали? У него так стали злобой. А как? Один раз, ну что? Один продавец решёт, когда думаешь, что не насыпать специальной штукой, а вот эти вот, что сделаны. А потом, если с пакетиком, было вообще здорово, да? Нет, а потом... Так, ладно, Ваня, у нас 15 минут, давай быстро. А потом кто-то случайно уронил, вот так, и он понял, что можно... Можно и по-другому, да? Видишь, как иногда важно что-то уронить. Какая красота! Я вот этот фильм всю Екатерину смотрела. Боже, неужели бывает настолько красиво? Парк такой. Огромный. В ходе во дворец все одевают бахилы. Вот такие вот коричневые, плотные бахилы. Посмотрите на нас. Также выдают вот такую какую-то штуку. И к ней наушник, что ли, я не знаю. Нужно понять ещё, каким образом этот наушник закрепить. Сейчас Ваня первый разберётся, он у меня более продвинутый. Как, Вань? За ухо цепляется. Вот так вот, наверное, как-то. По форме уха. Что-то он не цепляется. А, ну правильно я всё делаю. Ты уже взяла бахилу? Так, у меня зацепилась. Сейчас зацепилась? Так прикольно. Мы в наушниках. Мне кажется, я как-то его неправильно зацепила, но вроде у всех. То есть одним ухом будем слышать. Да? Мама, не мило. А ты что, по-моему, как-то не так хотела. В общем, получается, что здесь у каждого индивидуальный звук. Чтобы вот гид не кричал, он вам говорит всё, только вы слышите. Смотри, какие часы интересные. Всё в лепнении кругом. Всё в золоте. Пока мы ехали, нам гид рассказывал, что здесь золото было использовано больше, чем в персале. Да? Аж дух захватывает от такого количества золота. Всё золотое. И здесь прохладно. И здесь прохладно. Посмотрите, как... Центр. М-м-м... По-моему, поморочительно. Так не бывает. Вот это вот всё, что в округе, это всё резьба по дереву, а сверху покрыто сусальным золотом. 9 килограмм золота. Высота потолков 9 метров. Вот, Ваня, я тоже тебе говорила, что раньше же не было света, электричества. И вот здесь, на месте вот этих вот фонариков стояли свечки. Представляете, я счастлива безумно просто. Орнамент. Это же вообще просто сказка. Сколько зеркал. Сколько выходов на балкон. Тысяча метров, сказали, в территорию вот этого вот зала. Резьба очень необычная. В общем, архитектор при проектировании здесь вот этих вот всех фигур брал в расчёт танец. Ну, вот, слушайте, очень удобно. То есть, с наушником я сейчас всё слышу. Мы можем отойти далеко от гида, рассмотреть. И при этом мы всё слышим. Говорят, вот эти вот завитки, они все разные. В каждой стороны они все по-разному. Изгибы вот этих вот. Если медленно, плавно идти, то вот эти вот завитки начинают медленно вращаться вокруг своей оси. Представляете? Придумывала удвижение. А когда зажигали свечи, то резьба преображалась. Ну, ещё бы. Человек, когда сюда впервые попадал, вот гости, он не понимал вообще, куда он попадал, потому что здесь одно огромное сплошное пространство. Все гости отражались во всех зеркалах. В общем, сказали, что больше ничего более подобного не было нигде построено. Сейчас расскажут, как гости Елизаветы сюда попадали. Что сейчас уже такое невозможно повторить. Посмотрите наверху, какой потолок. Безумно красивый. Безумно красивый. Идём дальше. Это изразцы голландские. Такая была модная. Вот эти вот изразцы. Печи настоящие, функциональные. Топили дровами. Поэтому было здесь тепло. Это всё было не бутафория. Летняя резиденция была. Но в Петербурге летом холодно. Поэтому всё это отапливалось. А вот это вот такой стол потайной. Там было очень-очень много ящиков. Вот этому столу здесь даже посвящён вот этот вот монитор. Сколько там вот этих вот спортов ящиков. Очень много. Мы идём дальше. Следующий зал. Как мне нравится. Слушайте, ты идёшь со звуком. Тебе всё индивидуально рассказывают. Не нужно стоять возле гида. Надрываться. Слушать. Тебе всё слышно. Можно подойти. Что-то сейчас говорят про графа Нарышкина. Смотрите, какая безумно красивая посуда. Сейчас, сейчас, Вань, дай посмотрите. Чайный сервиз. Я обнаружила потайная комната. И нашли в потайной комнате клад серебряные сервизы и золотые сервизы. Смотри, Вань, какие ложечки красивые, Вань. Ух ты. Самовар такой красивый. В янтарной комнате разрешили фотографировать в этом году в янтарной комнате, но без вспышек. Потому что вспышки, они мешают. Металл темнеет от вспышки. Представляете? Смотрите, какая телесть предмета столового сервиза. Франция, Париж. Вторая половина 19 века. Это всё принадлежало Нарышкину. Вот это достояние сейчас России. Всё принадлежит российскому государству. И Ваня фотографирует. Да, Ваня тоже в вкус вошёл. Ему вчера нужен был, я поняла, этот электронный наушник. Если бы он у него вчера был, мы бы в Эрмитаже подольше походили. А у него не было наушника. Теперь я буду знать. Ух ты, а посередине-то какая прелесть. Давайте подойдём, посмотрим. Говорят, что ни в одном музее мира нет полного сервиза. А это за счёт того, что был спрятан. Его нашли, и он полный. Потому что сервизами пользовались. Что-то терялось, что-то разбивалось. А здесь всё полные комплектации. Клад пролежал в Патаемой комнате более ста лет. Те сказали, что над этой посудой работали братья Фабереже. Ну, там много сейчас перечислили, я не сего запомнила. Но это безумно красиво. Какие тарелки. А Ваня фотки всё свои делают. Потому что здесь тоже безумно красивый потолок. Ваня, я не знаю, как ты это сделала. Поделись. Нет. Здесь каждый, каждый зал. Это фантастика. Ой, боже. Неужели я это вижу? А вот это копия всё. Это копия этой, я не знаю. Как сломал ложский плёс. Ширь полей, плачь берёзь. Это ты, Родина моя. Это ты, Россия. Упала небо ввысь для тебя. Наша жизнь. Это ты, Родина моя. В мире нет красивей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова